Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодняшний наш собеседник особо в представлении не нуждается. Мы в гостях у директора историко-этнографического музея заповедника Шушенское, у заслуженного работника культуры Российской Федерации Галины Алексеевны Бугаевой. Галина Алексеевна, здравствуйте! Добрый день! Наш визит сегодня к вам не случайен. Все мы знаем, что 2014 год — это год культуры. Галина Алексеевна, расскажите, какие мероприятия в связи с годом культуры прошли в нашем музее? Для нас год культуры еще и интересен тем, что в этот год наши поселковые совпали праздник. То есть 270 лет Шушенскому району, 80 лет Краснодарскому краю. Поэтому говорить, если о мероприятиях, то у нас комплексные мероприятия. Все они как раз посвящены, в том числе, году культуры. Но в отличие от предшествующих годов, хотя каждый год для нас по-своему это год культуры, потому как мы учреждение культуры, причем с октября 2012 года музей отнесен к особо ценным объектам истории культуры Краснодарского края, что нас завязывает еще к планку поднимать работы еще выше, то есть оказывать более качественные музейные услуги. Поэтому год культуры дал возможность, наверное, те ресурсы, которыми располагает музей, развернуть, постараться эти ресурсы. И у нас появились очень интересные проекты, совместные проекты с Государственным историческим музеем. В декабре сейчас будет открываться выставка. Это музей Сурикова, Государственный исторический музей, этнографический музей Санкт-Петербург. У нас очень интересный был совместный проект с Тувой, у нас совместная с Хакасия. То есть мы участвуем в международных проектах, участвуем очень активно в международных конференциях. Не просто участвуем, но и презентуем, и рассказываем и о музее, и о тех проблемах, которые у нас существуют. Это научная конференция международная в Москве, в Словении, в Малых Карелах. Сейчас вот только что закончился, мы приехали в Красноярский краевой второй, вернее, он называется второй Сибирский музейный форум, где проходило совместное заседание Международного совета музеев и КОМ и Советов музеев России. Вот в рамках этого форума и мы участвовали, принимали участие в секциях, выступали, естественно. Затем сейчас готовимся и тоже участвовать будем в секции, в частности, туризма. Едет Александр Васильевич Степанов, первый заместитель директора. Готовится второй Сибирский съезд работников культуры. Очень активно идет обсуждение в рамках Году культуры. Наконец появился проект государственной культурной политики в России. И в рамках вот этого проекта и в рамках тех шагов, которые уже мы на себе ощущаем, мы чувствуем интерес, наконец появился интерес к музеям, к сохранению культурного наследия, к его популяризации. И поэтому в Год культуры у нас такой вот комплексный. С одной стороны, мы участвуем в международных проектах, одновременно участвуем в региональных наших проектах, те, которые на уровне Сибири, и внутри музея. Потому что здесь мы провели конкурс образовательных программ. Мы провели прям осмотр наших научных тем, для того, чтобы посмотреть, где пересмотреть нам образовательную программу. Потому что у нас 24 образовательные программы. Мы работаем вместе с управлением образования, управлением культуры, соцзащитой, молодежной политики. То есть совместные проекты детские музейные центры и семейный клуб «Уклад соцзащиты» проводят. То есть и внутренние проекты, они тоже нацелены на туристов и на население. Ну, я могу сказать уже то, что мы за 9 месяцев приняли, уже приняли около 240 тысяч человек. Провели 30 выставок, из них 18 выставок вне музея. Причем основные, главные выставки – это из фондов музея-заповедника. Хотя привлекались и другие, в этих проектах участвовали другие музеи. Все это говорит о вот такой насыщенной работе в Год культуры. Ну, я считаю, что, конечно, замечательно, что именно в этот год у нас совпал. В августе этого года исполнилось 100 лет Гнедовскому Борису Васильевичу. Это главный архитектор, создатель музея-заповедника, мемориального комплекса. Это очень известный ученый, музеевед, который создавал большинство музеев-заповедников по Советскому Союзу и в России. И в том числе вот у нас здесь и наши апрельские чтения были посвящены столетию своего рождения. Причем с участием. Сюда приехал его внук. Сюда взрослый, у него два внука. А, кстати, сын Бориса Васильевича Гнедовского, Михаил Гнедовский, является директором Института истории и музееведения в Москве. И он был автором новой концепции музея-заповедника уже в качестве историка этнографического. То есть отец создавал политическую ссылку Ленина, сибирская ссылка Ленина. Это чисто вот такой. И причем этот проект был настолько продуман умно, что этнография, то есть огромная часть села Волосного была превращена в музей для того, чтобы создать фон для ссылки Владимира Ильича Ленина. А потом этот фон стал как раз тем самым материалом, который сегодня вызывает интерес. Это этнография. И вот сын Гнедовского как раз участвовал. Далее в этих же чтениях апрельских, юбилейных чтениях, принимал участие ученица Гнедовского, сегодня очень известная за рубежом и у нас в России Ольга Севан. То есть с мировым именем ученого она у нас выступала. И она нам как раз поспособствовала, что мы в Словении поучаствовали в проектах, в Малых Карелах. То есть год культуры явился еще тем годом, когда мы сумели вспомнить о старых друзьях и завести новых друзей. Ну и, конечно, мы очень большое внимание уделили подготовке и переподготовке наших сотрудников. То есть везде, где только можно, мы заявили, что около 30 человек побывали везде, и еще предстоят поездки. То есть это семинары, это лаборатории, это всевозможная работа в архивах и так далее. То есть очень интенсивным, насыщенным был и является этот год. То есть пока еще итоги подводить рано. Год очень насыщенный. А если еще учесть, что у нас родились совершенно новые проекты, то есть это проекты связаны с новой деревней, с парком семейного отдыха. То есть этим летом мы открыли новые площадки, новые проекты, детские проекты. Детская заимка, где построена небольшая детская деревенька. Дальше крестьянская пашня с балаганом, точная копия того шалаша, который на озере Первого. Дальше появился у нас очень интересный проект, это охотничий лабаз. Вдруг охотничий лабаз превратился вообще в сказочный городок, на базе которого сейчас наши сотрудники разыгрывают такие сказки для детей младшего детского возраста. То есть проектов очень много. Ну и надо сказать, что планов тоже достаточно на будущее. То есть вот этот год культуры, он получился не просто набор мероприятий, а вот такой комплексный, всеохватывающий проект, в котором мы еще до сих пор не вышли из которого. И, наверное, не увидим еще ни один год, потому что начало положено, продолжение будет. Галина Алексеевна, еще вы застали музей вот как символ советского времени. На ваш взгляд, когда было проще работать? То есть в то время или сейчас? И вот в чем разница этих двух? Ну, я должна сказать, что в советское время я немного работала, с 1986 года по 1992, это я в качестве заместителя директора по науке, и как раз попала в пиковое такое время, когда шла реэкспозиция музея. Я бы не сказала, что, я не знаю, как вот тогда, когда массовый музей принимал по организованные такие группы по указанию партийных, профсоюзных органов. Наверное, в этом плане было несколько попроще. Хотя мы должны помнить, потому что я человек того времени, что именно Шушенска была центром тогда, здесь проходили международные конкурсы, международные конференции, фестивали. Я бы не сказала, что тогда было работать просто тоже, потому что это был тоже по-своему интересный период. Сегодня сложнее, наверное, работать в том плане, что никто никого нигде не ждет. Мы все, если раньше мог решить тройком партии, кройком партии помочь профсоюзно, сегодня мы все должны делать и организовывать сами. И быть востребованными, и быть интересными. И так просто люди не поедут для того, чтобы организовать любое мероприятие, вот ту же молодежную вечерку. Это же надо быть по-настоящему для молодежи интересной. Они у нас появились сейчас в новой деревне. Поэтому проекты, конечно, я думаю, что и в то время было не так уже просто. Но мне думается, что может быть, потому что так совпало, что вот мое директорство, это, что, конечно же, очень сейчас сложно всем выживать. Почему? Потому что многое изменилось в системе образования, в преподавании истории, многое изменилось. Поэтому многое в себе приходится менять. И одновременно работать, то есть мы учимся в образовании и ищем контакты, чем быть интересными для учреждений. Для того, чтобы вот тот ресурс, который мы располагаем, а свыше 100 тысяч дней сохранения. У нас фонды богатые, фонды довольно для музея-заповедника, их надо показывать, быть интересными. Поэтому надо постоянно, конечно, учиться. Поэтому я думаю, что, ну, сейчас интереснее работать, интереснее. Потому что я еще застала то время, когда мы, отчитываясь перед Центральным музеем Ленина, не всегда показывали этнографические выставки. Вот у нас вышла сибирская рукодельница, мы ее не показываем. Потому что оттуда идет указание, чтобы выставка не затмила личность Ленина. То есть там однобокое развитие. А сейчас многостороннее, потому что сегодня мастерские, мастер-классы, сегодня творческие коллективы. У нас и этнографический театр, и кукольный театр, и плетень, и работает бандарная мастерская, и резьба и роспись по дереву, и огончарная мастерская. И при необходимости мы кузницу включаем. То есть сегодня возможностей больше. Сегодня интересно работать, на мой взгляд. Расскажите, какие трудности существуют вот на данный момент в музее? Ой, ну, трудности, это они не только в нашем музее, они в целом в культуре. Во-первых, не очень высокие заработные платы. Я считаю, что, конечно же, работники музеев, ведь не случайно Лихачев о них говорил, что это последние святые на Руси. Это люди, которые не считают со временем. Музей у нас, мы работаем без выходных, без обеденных перерывов по графику. У нас люди совмещают несколько специальностей, профессий. Они достойны большей заработной платы. Хотя за последние годы заработная плата подросла, конечно. Вот у нас за 9 месяцев подвели итоги, у нас где-то по музею 18,5 тысяч. Но это же не значит, что каждый получает столько. Смотрители получают очень невысокую заработную плату. А это та категория, которая напрямую отвечает за сохранность фондов. Да и сотрудники не такую же большую заработную плату получают, потому что там у нас же сегодня есть за счет стимулирующих выплат. Но вот то, что у нас относили к особо ценному объекту, еще плюс в поддержке немножечко финансовой сотрудникам, что выплачивается края персонально. Она небольшая. Там от трех тысяч до шести не больше. Но тем не менее, это все-таки заработная плата, считаю, низкая. Вторая проблема – это все-таки нет программы, комплексной программы развития туризма в крае. Легче было бы и музею, и заповеднику, всем нам работать, если бы мы не были как лоскутное одеяло. Мы интересны тем, минусинцы интересны тем, там курагинцы и ромаковцы другим. Необходима единая программа по развитию въездного туризма. Да, мы из 47 стран мира принимаем 253 тысячи. Но я считаю, что вот тот памятниковый, источниковый ресурс, который он располагает на район, мы не имеем возможности показать, потому что въездной туризм, слабая инфраструктура туристка, по сути дела, за последнее время практически разрушена. Вот все то, что было в советских времен, очень хорошо, что у нас в музее появилась новая деревня. То есть у нас новое дыхание открылось. Конечно, это способствует привлечению туристов для того, чтобы они могли погружаться в жизни, быть с ночлегом, с баней, с крестьянской кухней, с обрядовыми праздниками, потому что все те, кто к нам приезжает в новую деревню, они уже приезжают по нескольку раз, и даже иностранцы. Но это не система, это только все-таки вот такие вот разовые вливания. А если бы такая система была, и была такая программа, и в районе программа такая должна быть, ну, она, наверное, есть, но мы пока ее как-то так вот до конца не реализуем. Ну и, конечно, проблема для всех – это проблема реставрации, потому что музей под открытым небом. Средств. Вот зарабатываем мы уже в этом году, мы уже заработали около 9 миллионов. Еще несколько лет назад для нас заработать 500 тысяч – это была проблема. Мы сегодня уже около 9 миллионов зарабатываем. Эти деньги идут в основном на развитие музея. 50 где-то, иногда 60 процентов идет на заработную плату, а остальное идет на развитие музея. Нужна краевая программа. У нас отсутствуют в крае вообще реставрационные мастерские. Мы реставрируемые предметы и не имеем возможности никуда отправить. У нас богатейший фонд, художественный фонд, 21 тысячи единиц. У нас нет искусствоведа. То есть вот она проблема – специалист, искусствовед. Сегодня нам нужен музейный педагог, сегодня нам нужен архитектор. То есть специалисты – те, которые бы работали на этнографию. Заявки сделаны, будем надеяться, но сегодня их нет. Поэтому проблемы есть, но кто живет в беспокойном? Мы как раз вот и пытаемся эти проблемы все решать, конечно. Потому что мы не привыкли ходить с протянутой рукой. Мы, как правило, учимся все зарабатывать сами. А Галина Алексеевна, расскажите, вот контингент тех посетителей, которые сейчас входят в музей, это что за люди? Ну, около 50% – это идут школьники. Остальные – очень интересная группа. Через турфирмы едут очень интересные, современные, молодые люди. И летом, и осенью просто поток. То есть интерес, мы чувствуем живой интерес к старине. Все-таки прошлое, корни, они в каждом из нас, когда вот все те, кто посещает музей, они говорят, кто-то вспомнил бабушку, кто-то вспомнил свое детство. То есть контингент самый разнообразный. Есть контингент, и в том числе пенсионеры. Мы работаем с различными общественными формированиями. И таймыр общества, и различные другие объединения. Ну, я должна сказать, где-то около 40% вообще бесплатный музей. Это как раз вот те, кто инвалиды, пенсионеры. Что еще я должна отметить как плюс, особенно в этом году? Это очень активно у нас идет работа с детским домом, с детьми, которые, с детьми инвалидами, то есть детьми с ограниченными возможностями. Мы сейчас дополнительно оборудовали для них пандусы, оборудовали места, чтобы доступным музей стал и для этой категории. Поэтому категория самая разнообразная. Ну, и меня очень радует, что такой резкий, такой всплеск появился у молодых в музее. Это очень радует, потому что им интересно, наверное. Поэтому они приезжают и раз, и два. Мы уже некоторых видим по несколько раз. Причем потому, что много программ, на разные программы. Плюс сейчас возможность с проживанием. У нас на проживание до Нового года уже там заявки, все кругом прямо по заявкам, потому что сумели через музейный сайт, через наши вот везде, где только мы можем, мы презентуем себя. И народ едет. И надо сказать, что музей, по-моему, сегодня доступен для всех категорий населения. Начиная от дошкольников, с которыми мы проводим и праздники, и всевозможные тоже игры, мероприятия, и до пенсионеров. Поэтому категория самая разноплановая. Ну и, соответственно, и программы тоже у вас под самые разные категории. Ну, конечно, самые разноплановые. Едут под конкретные программы, под конкретные мастер-классы. Сегодня интересно то, что человек может сделать сам и увезти с собой. Он делает на гончарном круге. Или он делает куклу, оберег. У нас семейный клуб-уклад, детский музейный центр. Вечером, когда люди все идут с работы домой, к нам ручейком, к Надежде Николаевне Степановой, в детский музейный центр. Папы идут. Меня это так радует. Папы идут с малышами, они идут в дом. У них постоянно тоник Рождества что-то делают. Тоник 8 марта делают. То есть постоянно-постоянно идут. То есть, наконец, детский музейный центр и музей, и семейный клуб-уклад стал местом, куда людям захотелось вечером прийти. А теперь еще семейный парк. А на будущий год мы там готовим еще очень интересный проект. Я не буду о нем говорить. Мы его откроем дополнительно следующим летом. Я думаю, это тоже будет дополнительно такая притягательная возможность. Потому что мы очень хорошие отзывы слышали. Около 13 тысяч семейный парк этим летом посетила. Это в основном семьи, дети. И нас это радует, что мы востребованы. Ну и тем не менее, потому что хоть есть где с ребенком посидеть. Потому что у нас в поселке-то это мало где можно сделать. Провести время с ребенком. Ну, наверное, да. Да, но так и должно быть. Но ведь у нас помимо музея, у нас биосферный заповедник великолепный. С великолепной программой. Национальный парк. И я как раз считаю, что вот задача власти районной суметь родить такую программу, чтобы мы могли въездной туризм привлекать неточечно. Не только для музея-заповедника, биосферного заповедника, Национального парка, Дом творчества. У нас же столько точек, что можно показать в Шушенском. Не говоря о тех местах, еще природные памятники. Но для этого надо нас объединить. Для этого должна рождаться программа, реальная программа. Поэтапному. Вот так вот, чтобы каждый отвечал за то, чтобы могли проводить интересные экскурсии по Шушенскому. Например, сейчас вот к 270-летию поселка издали книгу «Почетная гражданин Шушенская». «История села Шушенского». Мы работаем по научным темам. Ну, вот Юрий Анатольевич книга, где тоже он пишет о Шушенцах, о людях, тоже в рамках вот этого же юбилея появилось. Ну, то есть есть материал, есть что показать. Нужно теперь обустраивать еще места приема туристов, чтобы было где покормить, чтобы было где отдохнуть, чтобы было интересно услышать что-то, а главное в чем-то поучаствовать. Я считаю, что вот сейчас отдел культуры и социокультурный центр, у них абсолютно вот для меня очень приемлемо. И я, например, с надеждой их воспринимаю концепцию развития культуры в районе. Это вот попытка как раз нас всех объединить. Вот примером тому является, что наконец мы стали вместе проводить Троицу, Масленицу. То было только в музее, а сейчас это делает поселок, это делает район. И вот таких акций, ярмарки всевозможные. Ведь вот все то, что возродить, мы только делать можем. Мы можем быть по-настоящему интересными другим людям, только тогда, когда мы не один объект показываем, а несколько. Потому что у нас живут в новой деревне, и говорят, так что еще можно? Мы говорим вот то-то, то-то, то-то. Надо быть готовыми. Ну так же вот всем известно, и все мы знаем о том, что на базе музея проходят множество семинаров, конференций, которые такие касаются привлечению новых туристов в музей. Вот расскажите, там вы также обмениваетесь опытом с другими музеями всей России. Расскажите, взяли ли вы какие-то вот идеи? Ну мы постоянно, мы постоянно, конечно, учимся. И те новые проекты, которые у нас рождаются, они не на пустом месте. Они, конечно же, уже частично что-то мы сами уже идем, иногда даже впереди России всей. Я без бедохвальства говорю. Потому что вот Валентина Ивановна ездила в Чехию, когда вот в этом, в Словению сейчас. И она там встретилась с двоевым мужчинам, которые были в Шушенском. И они там смотрели, тема как раз была архитектура, этнография. И они, посмотрев, все Валентина Ивановна, тихонько, чтобы на Валентина Ивановна в Шушенском лучше. То есть у нас, наверное, вот ресурс очень богатый. Мы, чему мы учимся, так это вот современному музейному менеджменту. Маркетинговой, вот всеми вот этими современными методами для того, чтобы продвигать. Нам нужно как можно больше, например, работать с сайтом, вводить новые технологии при оборудовании выставок интересных. И это мы учимся у других. Вот, например, вот днями буквально у нас закончилась, на базе музея проходила недельная лаборатория, посвященная новой музею Сибири, выставкам. И я была на заключительной части, когда защищали проекты. Там были десяток проектов, всевозможных, самых неожиданных, в том числе часть проектов уже к 70-летию Великой Победы. Кстати, к этому мы тоже очень сейчас тщательно готовимся, и у нас есть интересные тоже задумки, мы будем реализовывать. И я когда посмотрела эти проекты, часть проектов прям ложатся на наши темы. Конечно же, мы будем. А там наши сотрудники участвуют в этой лаборатории. Поэтому мы учимся и в выставочной работе. И главным образом, это, конечно, вот тому, чего нам не хватает. Это привлекаем специалистов по искусствоведению. Поэтому, когда мы проводим Рехловские чтения и вызываем со всех сторон искусствоведов, то мы, конечно, воспринимаем все, о чем они рассказывают, для того, чтобы у себя точно так же разворачивать выставки и быть интересными. Потому что у нас нет специалистов. Научные сотрудники овладевают и тем, и тем, и тем. Но чистой искусствоведа нет. А я повторяюсь, 21 тысяча единиц хранения. Это картина галереи, которая Рудакова, Орехлов, она же вся в музее. Это богатейший фонд. Мы показываем его. Ну, могли бы еще лучше, наверное, разворачивать. Учимся всему. Учимся всему. От выставок до экскурсий. Ну, вот тут много уже слов добрых сказали про своих сотрудников. То есть, работа в музее не простая работа. И чтобы здесь работать долгое время, ну, наверное, в первую очередь нужно иметь какое-то призвание должно быть у человека. И наверняка здесь уже сформировался какой-то костяк тех людей, которые преданы безграничному музею. Вот расскажите про ваш коллектив. Вот, вы знаете, я очень счастливый директор. Наверное, поэтому я так долго работаю здесь, потому что команда сформирована. Команда умных, профессионально уже подготовленных. Они работают не один десяток лет. Людей научную работу возглавляет и проводит Валентин Иванович Терентьев. Недавно из Заня заслуженного дали. Это заместитель по развитию. Первый заместитель Степанов занимается проектной деятельностью, аналитической деятельностью. Дальше наши заведующие отделами, такие как Наталья Александровна Сухова, Татьяна Алексеевна Кузьмина экспозиционный отдел, Дмитриенко, Лариса Викторовна научно-просветительный отдел. Это все люди с такой изюминкой творческой. То есть там не надо, там мы иногда говорим только на уровне идей. И не успеешь оглянуться, эти идеи уже начинают реализовываться. Дальше я могла бы говорить о и что такое вот содержать вот такой огромный музей. Это огромная забота Нины Федоровны Елисеева. Ну, а такие звездочки Надежда Николаевна Степанова, Валентина Николаевна Дрипак. То есть это и победители краевых проектов, конкурсов всевозможных. И программы рождаются. Вот Валентина Николаевна Дрипак, она режиссер, она сценарист, она руководитель кукольного театра. Она экскурсию ведет точно так же, как Надежда Николаевна. На некоторых экскурсоводов просто едут люди. Или наши казаки. Заказывают и говорят, если казаки будут, мы приедем в музей. То есть это же целый творческий коллектив во главе с Владимиром Виктором Алексеевичем Суховым и его Наталья Александровна Сухова, которого возглавляет отдел массовых предприятий. Вот знаете, я могла бы их называть много, потому что Татьяна Михайловна Кикилова, научный сотрудник, Ольга Васильевна Пилипенко, Лилия Петровна Сопрыкина, которая к 70-летию Победы настолько искренне погружена во все. Она недавно пришла и когда она рассказывала, я уходила, у меня просто она рассказывала о том, о Семиратском. Она искала материал, и мы сейчас вышли с предложением в администрацию, чтобы казанцевской школе, где он учился когда-то, герой Советского Союза, в 21 год был майором, погиб в войну, и он оставил дневник. И Лидия Петровна Сопрыкина установила канал и поехала в Туву, жила несколько дней, изучала и дневник, и те личные вещи, которые, ну, удалось сканировать, дневник, личные вещи, которые там находятся для того, чтобы пополнить в том числе и казанцевский музей, и знания наши. Или, например, Ольга Васильевна Пилипенко «Недопета песня», у нее проект «70-летие», о Паше Селине, который в 19 лет погиб, баянист. И вот эта «Недопетая песня», и когда его здесь защищали на Прохоровской худлаборатории, один из проектов посвящен 70-летию, и я как раз там не могла не удержаться и сказать, что песня Паши Селина допивается, допивается, вот новыми сотрудниками. Андрей Петрович Фишов, главный хранитель. Это человек, который уже и в Германии был, и в Москве с проектами был. Это полностью человек, погруженный и живущий музеем, а когда-то был научным сотрудником Бондарь-музея, а сегодня главный хранитель. Вот я не хотела бы никого сейчас обидеть, потому что наши мастерские Сергея Семенов. Да, о каждом можно говорить, и поэтому я сегодня, вот если такая есть возможность, я хотела бы, поскольку 7 ноября у нас наш праздник, день рождения музея, я хотела бы всех наших сотрудников поблагодарить за труд поздравить с очередной нашей днём рождения, я всех их очень люблю, очень ценю, очень уважаю, потому что у нас все службы, начиная от охраны и до реставраторов, это люди очень ответственные, то есть это команда, на которых можно положиться, я всех их поздравляю с праздником, всем желаю благополучия и здоровья. Ну мы тоже в свою очередь поздравляем вас с наступающим днём рождения музея, потому что для посёлка, для района это значимая такая организация, вот, все мы очень любим и уважаем и музей, и труд тех людей, которые здесь работают, спасибо вам огромное. Спасибо.